Особливости уплаты транспортного податка и перспективы электронного взаимодействия податковых органов и плательщиков. Сегодня в Рогачеве прием грамадян провел министр по податках и сборах Республики Беларусь Сергей Наливайко. Под обязанностью в материале наших корреспондентов. Анализ ворот у грамадян у рогачевских районкам свечит. Среди наибольшь расповсюженных питаний, что хвалит мясовое насельство, ремонт жилевого фонда, доброупорядкование, оплата коммунальных послуг. У целом тематика на протягу опошних годов значительно не изменяется, хоть все лето на первое место может выйти в питание уплаты транспортного податка. Будет приходить извещение каждому владельцу автомобиля, собственнику. И там будет указана сумма, которую необходимо уплатить. Единственной особенностью будет являться текущий год. Учитывая, что это, скажем, такой пробный этап, здесь надо будет уплатить авансовый платеж тем, кто не уплачивал госпошлины в предыдущие годы в размере одной базовой величины. А уже в следующем, в 2022 году, будет сделан перерасчет, и им надо будет доплатить ту сумму, которая необходимо будет причитаться к уплате. Катерина Макатерская – индивидуальный предпринимательник, и она – податковый консультант, дарыши один у Рогачеве. Гэта специализация в Беларуси не вельми распаусюдженная. Сегодня таких ИП усяго каля 500 человек, и только 17 на Гомельшине. Разом с тем – это справедливые профессионалы. Кабы отрымать ответное посвечение, необходимо сдать достаточно складанный экзамен. Потым постоянно вучиться на специализованных курсах. Министр Пиракананы, сегодня податковые консультанты повинны быть однодумцами и помощниками державных податковых органов. Министр сказал, что часть функций, которые сейчас несет на себе налоговое, то есть разъяснение налогового законодательства, хотят, чтобы более тесно занимались этим налоговые консультанты. То есть консультировали организации, индивидуальные предприниматели и физических лиц, разъясняли вопросы законодательства. Почас перепынку у приема грамадян, министр отказывает на пытание представников и особых податковых структур. Обмерковать с керавником республиканского ведомства конкретные выпадки отрымливается не каждый день. Прошим, размова не только об порушениях законодательства сбоку субъекта угосподарения, а ли и отказности за принятые решения податковыми инспекциями. Зарабить их относительно больше прозристыми и зрозумелыми повинна удосконаливание системы электронного взаимодействия. Если в первый год около 3% от тех, кто подает декларации по итогам года, воспользовались этой возможностью, то по итогам 2020 года 67%. Поэтому темпы, на мой взгляд, довольно достойные. Но еще раз говорю, наша задача максимум, она стоит в течение 3-4 лет прийти практически к 100% взаимодействию в электронном виде с налогоплательщиком. Будь то физическое лицо, либо юридическое. Олег Сенцеров, Ольга Коновалова, Сергей Камко, телерадиокомпания «Гомель» из Рогачева.